Внимание! Два хода на выезд, сработка АПС, ДВФУ, корпус 10. В России День пожарной охраны отмечают 30 апреля. Герои вот уже 375 лет, рискуя своей жизнью, борются с огнём. Мы посетили специализированную пожарно-спасательную часть ФПС по Приморскому краю и узнали тонкости службы. Начало нашего знакомства начнётся с сердца пожарной части – диспетчерской. Отсюда начинается вся работа по тушению пожаров. Сюда приходит оповещение о пожаре с центрального пункта пожарной связи, который находится в этой зоне. Она даёт команду по убытию каких определённых цистерн, если нужны крупные, то пересаживаемся на крупные. Диспетчер уже объявляет по громкоговорящей связи тревогу, место, куда следуем и техника, которая убывает. Район обслуживания пожарно-спасательной части – остров Русский. Но когда в крае сильные пожары, огнеборцы едут в другие муниципалитеты на помощь своим коллегам. И в основном бегают вот такие цистерны, лёгкие. У нас их две штуки – это АПС и ПСА. Автомобиль пожарно-спасательный, пожарно-спасательный автомобиль. Вместимость цистерны – у него 2,5 тонны воды. И плюс у него стоит ещё насос, который даёт под давлением воду 4 метра кубических секунд. То есть это машины, которые непосредственно нам поступил сигнал, они здесь где-то куда-то поехали. Если мы выезжаем куда-то в край, либо где-то тяжёлый сложный пожар, там второй номер, у нас есть градация пожаров. То есть 1, 1 БИС, 2, 3, 4. Четыре ранга. Если второй номер где-то, то это привлекаются дополнительные силы. Не только здесь, в Владивостоке, но и по всему краю мы выезжаем. Но там уже другие ранги пожаров должны быть. Либо третий, либо четвёртый. И туда уже выскакивают вот такие вот мурдики. Это 8-тонные КАМАЗы. Их у нас 3 штуки. В каждом по 8 тонн воды, 500 литров пены. Помимо этого, если в обычных пожарно-спасательных автомобилях насос 40 литров в секунду выдаёт, то здесь он 70 литров в секунду выдаёт и может питать очень большое количество люкавных линий. Ну и в основном они, когда приезжают на пожар, они встают как насосы основные, и в них заливают воду, и от них уже идёт всё тушение пожара. Смена пожарного начинается с проверки техники, после чего наступают занятия и отработки нормативов. Мы попробовали эту героическую профессию, надели боевое снаряжение и преодолели полосу препятствий. Редакция 8 канала благодарит сотрудников пожарной охраны за их отважный и рискованный труд. От всего сердца поздравляем с профессиональным праздником, желаем сухих рукавов, крепкого здоровья и благополучия. Артём Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.